Эксперт Рай сказал, как США пытаются помешать России сделка Века 3.49.29.2020 года обновлено 5.54.29.2020 года РИА-Новости Илья Питолев Президент США Дональд Трамп РИА-Новости Илья Питолев Президент США Дональд Трамп Каир, 29 и Анфрия новости. Вашингтон своим планом по полезти на израильскому урегулированию пытается по-новому выстроить регион Ближнего Востока, чтобы помешать России и Китаю создать союзы стран в регионе, заявил Рия новости сирийский политолог Ахматат Дзерзи. Во вторник США опубликовали свой план по левски на израильскому урегулированию сделку века. Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Израиль поддержал план, Палестина выступила против, позиции региональных стран разделились. «Сделка века направлена не только против палестинцев, и это не только сделка для того, чтобы покончить с Палестиной, это попытка формирования нового Ближнего Востока, к которому стремятся США, провоцируя все силы сопротивления региона как в Палестине, так и в Емении, Иране, Сирии, Ливане», заявил эксперт, 2.55. Израильский депутат призвал противостоять сделке века. По его словам, этот план показывает истинный масштаб отношений США и Израиля. Аддерзи заявил, что перед достижением этой сделки США разрушили Ирак, Сирию, Ливию и Алжир. Новый формат Ближнего Востока согласно плану США не даст России осуществить ее евразийскую мечту по созданию конгломерата стран в Азии и Европе, основанного на сотрудничестве между странами. Они на гегемонии и разграблении ресурсов их стран, считает Аддерзи. В свою очередь Китай также может пострадать от сделки века, поскольку не будет способен реализовать идею экономического союза стран во главе с Россией, Китаем и Ираном, сказал эксперт. По мнению Аддерзи, Россия в первую очередь Китай не позволит пройти этой сделке в ООН и придать ей легитимность. Отсутствует и международный консенсус по этой сделке. Одного этого хватит, чтобы не легитимизировать эту сделку, заявил Аддерзи. Он считает, что сделки века будут противостоять всю силу арабского сопротивления, в том числе Сирия, несмотря на все ее раны. 2.45 Хамас. Сделка века Трампа нарушает международное право. Субтитры создавал DimaTorzok